Здравствуйте, Татьяна Ивановна! Здравствуй, Макс! Привет! Привет, Макс! Иди сюда! Иди, моя птица родная! Многие спрашивают, почему у нас Макс выглядит так общипанный? Да, многих интересует, поэтому сегодня мы снимем сюжет и расскажет вам, Татьяна Ивановна, почему Макс такой. Дело было так. Начнём, как в сказке. Жила-была одна дружная семья, и ребёнок захотел иметь птичку. Подарили им какаду. Это наш славный Макс. Семья жила дружно, но тут мужу выпадает. Переезд за границу, попугая не разрешают брать по работе. Он отдаёт знакомым. Знакомые не выдерживают его красивый голос. Сейчас отдаёт ещё, и пошёл наш Макс по рукам, скажем так. В итоге стресс, и он начал сам себе выщипывать. Это чисто психическое заболевание, расстройство. И лечится оно очень тяжело. Когда Макс попал к нам, он был вообще, в принципе, общипанный. Вот такой вот это неизлечимо. Но сейчас вот это сам, это он сам себе щипает. Это нервы. Он очень боится одиночества, очень боится оставаться сам. Но видите, у нас уже идёт прогресс. У нас идут перешки. Он перестал, не прошло и пяти лет, как он перестал сам себя общипывать. Сколько Макс живёт в зоопарке? Давно. Давно. Около пяти лет. И вот только, буквально последний год, он перестал сильно себя щипать. Доходило до такого момента, что он вообще оставался один кушок на него. Когда его привезли в зоопарк, он был неприглядного вида, не такой красавец. И даже не было такого шикарного хохолка с коралловым оттенком. Да, Макс? Но он очень любит ласку. Он ко всем доброжелательно относится. И очень, очень весёлый и активный. Да, Макс. Всё, до свидания. И очень такой красивый. Пока. Спасибо, Татьяна Ивановна. Хорошего дня. До свидания. До свидания.